Портрет Портрет Авторская программа Владимира Легойды «Порсуна». Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Порсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях епископ Зеленоградский Савва. Владыка, дорогой, ну и наконец-то! Здравствуйте, Владимир Омарович! Здравствуйте! На всякий случай я напомню, что у нас пять частей в программе «Вера, надежда, терпение, прощение, любовь». Что у нас есть моя любимая опция «Вопрос гостя ведущему». Любимая, потому что обычно они не вспоминают, поэтому мне работать не приходится. Вот, собственно, все. Но единственное, что по традиции нашей программы я хочу вас в самом начале попросить, ну не то чтобы представиться, мы вас, так сказать, оттетруем, кто вдруг не знает, все прочтет. А вот вы сами себя кем ощущаете? Что для вас самое главное? Да, я эту вашу традицию знаю, поскольку несколько ваших передач смотрел. Спасибо. Поэтому размышлял перед тем, как приехать сюда, как себя представить. Вспоминал, что когда-то занимался наукой, к сожалению, недостаточно, когда-то преподавал, что сейчас являюсь церковным чиновником, аналитиком. Но на самом деле есть две вещи, две темы, два направления моей жизни, которые у меня, в общем-то, с детства. Это любовь к России и служение алтарю. Я начал алтарничать очень рано. Поэтому, наверное, могу себя представить как русский священник. Вера. Вы не сожалеете, что вы не отшельник от церковной бюрократии? Если мне что-то не понравится, что вы сказали? Я скажу, ну, Владимир Иванович, не занимайтесь ерундой. И вы не обидитесь. Ну, скорее всего. У вас, конечно, совершенно необычная биография и вообще, и для русского священника. Тем более вы родились, вы выросли во Франции в верующей семье. Но вы не были, как, наверное, многие из священников вашего возраста, и тем более старше, ни пионером, ни комсомольцем. А вот в этой связи, вот ваша вера, она проходила какие-то испытания, о которых обычно говорят, там, подростковый бунт, переосмысление самых главных вопросов? Вопросы к Богу? Или все было так гладко, спокойно, и закончилось семинарием, монашеством и так далее? Каких-то вот таких синусоид в этой части моей жизни, наверное, не было, да? Математик заговорил, да. Вот, не было. То есть, на самом деле, из детства я стал алтарничать. С пяти лет, да, по-моему? Да, точнее, скажет моя мама, но, по-моему, с пяти лет. Были, естественно, все вот эти восторги, которые есть у ребенка, у подростка, когда, скажем, на литургии прежде священных даров, вот эта особая литургия торжественная, были какие-то еще моменты в богослужении, которые особо как-то запечатлелись в моем сердце, в уме. Но такого, что были какие-то взрывы или какие-то уходы, такого не было. Было, наоборот, скорее поступательно, все более и больше убежденно, что да, это мой путь. А вот вы когда приехали в Россию, не когда вот вы просто приезжали там по настроям, вот вы уже приехали, вы стали учиться. Вот опять же, восприятие веры, понимание веры, ведь это все равно другая культурная обстановка совершенно. Как-то менялось? Когда я жил во Франции, у меня было определенное представление. Да, я хотя бы приезжал сюда каждый год, да, летом на 2-3 месяца к бабушке и дедушке, собственно, почти с моего рождения. То есть первые годы мы с родителями жили здесь 2-3 года, а потом сюда приезжал каждый год. То есть не было такого полного отрыва, но это все-таки было в деревню к бабушке. Я жил, бегал там по лесам, ходил на речку и как бы вовлеченности в жизнь общества у меня не было. Но живя во Франции, у меня были определенные, скажем так, белогвардейские представления о России. То, как это видел, то, как я видел жизнь в России, русский народ. Конечно, когда я приехал сюда, был определенный разрыв. То есть того, что я себе там навоображал, ну я утрирую, конечно, на самом деле не то, что я себе навоображал, у меня были мечты, которые не осуществились. Конечно, определенный разрыв между то, как я себе что-то представлял и то, что было, этот разрыв существовал. Но в какой-то момент мне просто пришлось провести работу над собой, сказать себе, что да, это все-таки моя страна и мой народ. Он не совсем тот, который себе там напредставляли люди в эмиграции, но это моя страна и мой народ. Я с ним живу и живу дальше. А вот уточняю еще в этой связи вопрос, Владыка, а вот что вот в этих новых открытиях, да, я не знаю, разрыв или еще что-то, ведь действительно многое, когда вы стали жить, вот вы узнали, чего вы раньше не знали. Вот что стало таким приятным открытием, а что может быть не очень приятным? Хороший вопрос. Неприятным открытием стало, пожалуй, отношение к истории России до революции. Достаточно, на мой взгляд, ну, не примитивное, конечно, но очень ограниченное у многих. Ограниченное понимание того, что было либо в одну сторону, причем какой-то идеализации совершенно дикой, что там все было, да, там, либо наоборот какое-то вот отвержение ее, даже не, даже, и даже отрицание того, что там что-то было хорошего. Ну, вот где-то между этими двумя крайностями, иногда, причем смешивающимися каким-то причудливым образом. Из приятного, наверное, больше, чем то, что я встречал в среде эмиграции, простота, не в смысле примитивности, а именно простота общения между людьми. Интересно. Это, может быть, и положительный, и отрицательный момент, ну, по-разному это трактуют. Скажем так, не думаю, что это было свойственно именно эмиграции, я думаю, что это свойственно уже потомкам русской эмиграции, ассимилировавшимся в определенном обществе, в западном обществе. Там все-таки намного больше, скажем, условностей вообще. Ну, скажем, вот если мне что-то не понравится, что вы скажете, я скажу, ну, Владимир Анатольевич, не занимайтесь ерундой, и вы не обидитесь. Ну, скорее всего. Да? То есть нет, конечно, что на епископа лежаться-то. Ну, то есть, а там, если я скажу кому-то, не занимайся ерундой, это может быть воспринято как некая обида. Не всеми, конечно, у меня есть очень-очень близкие друзья, с которыми я могу довольно свободно общаться, но в целом это такая фраза, которую другому человеку не особо скажешь. Вот и как, а вот вы принадлежите, я думаю, можно сказать, к тем, кого принято назвать ученым монашеством, да? Ну, к сожалению... Можно спорить, когда это возникло, да? Да нет, просто, к сожалению, наукой я уже не занимаюсь довольно давно. Ну, тем не менее, да, тем не менее, вот если, да, вот все-таки вы преподавали, потом вы сейчас занимаетесь церковной бюрократией, а вот как вы это ощущаете? У вас нет такого сожаления, что вот монах, вот все-таки монастырь, там, не знаю, вот, короче говоря, вы не сожалеете, что вы не отшельник, а церковный бюрократ, скажем так? Нет, вы знаете, где-то в недавнем интервью, по-моему, святейший патриарх говорил о том, что для него выбор монаш, что это был именно выбором, ну, стопроцентного служения церкви, да? Да, ну, в принципе, вот у меня такой же был подход, я не стремился уйти... Ну, в смысле, что скажут или что? В смысле, что отдавать свое время, вот, полностью, да, как там, о жене, о жене, о жене, как угодите жене, а не о жене, о себе, да, известная цитата. Ну, вот, собственно, наверное, из этого я и сходил, когда выбирал этот путь. У меня не было стремления уйти куда-то, там, в пустыню или, там, где-то... Но стать церковным бюрократом тоже не было стремления. А у меня... Ну, то есть, если бы меня тогда спросили, будешь ли ты готов работать в... В управлении делами. Да, я бы, скорее, сказал бы тогда, что мне бы, скорее, хотелось бы работать или, там, служить церкви в качестве ученого-преподавателя в духовных учебных заведениях. Ну, это... Ну, путь стал другим. Но вот такого, что прямо вот отвержение, что служить церкви именно в качестве церковного бюрократа, ну, нет, это входило в какое-то... в понимание того, что нужно, да, служить церкви. Когда вы говорите максимальная отдача времени, то есть, условно говоря, а если, вот, там, я не знаю, там, если бы это было не высшее церковное управление, да, а, там, скажем, до того, как вы стали архиереем, там, не знаю, наместник какого-нибудь монастыря где-нибудь на Дальнем Востоке, или, там, сейчас, там, архиерея какой-нибудь епархии, то есть вы с таким же спокойствием восприняли... Не знаю, у меня такого опыта не было, не могу сказать. Это честный ответ. Это честный ответ. Вот так вот по поводу того, что основного вашего, наверное, послушания такого бюрократического, я, естественно, не вкладываю в это слово никакого негатива, да, в управление делами. Вы настоятель храма. Да. Замечательного храма в Черкизово. Но все-таки, насколько я понимаю, логика церковной жизни в православной церкви, она предполагает, что настоятелями храмов должны быть священники из белого духовенства. Ну, потому что, там, семья, семейные люди и прочее. Ну, так, так, да, монахи – это монастырь. Вот вы ощущаете, лично вы, какие-то в связи с этим какие-то сложности? Нет, не ощущаю. Не ощущаете. Вам же приходится общаться. Понятно, что вы, и вы об этом говорили в интервью, да, что вы, когда будние дни, вы в основном, конечно, работаете в управлении делами, но, тем не менее, у вас большое общение с прихожанами. То есть вы не чувствуете вот того, что все-таки у вас нет семьи, вы монахи. Во-первых, как большинство из людей, я все-таки вырос в семье. Об этом, кстати, обычно забывают, когда говорят, что там монахи знают. Да, с какой-то стороны, что такое семейная жизнь, я видел. И, например, моих родителей был, и есть замечательный пример. Людей, которые любят друг друга, вот, собственно, на протяжении уже нескольких десятков лет. И строят, и строили семью. Вот, поэтому все-таки какое-то вот, ну, что-то я созерцал и даже участвовал в качестве ребенка в этой семье. Вот, но нет, у меня нет такой как-то, какого-то противоречия. А вы не считаете это проблемой, ну, то есть это не является проблемой именно для вас? Или вы, в принципе, считаете, что вот, скажем, монах, настоятель храма в городе, это, в общем, не является чем-то, над чем нужно думать? Это является чем-то, над чем нужно думать. Это не проблема для меня, потому что, собственно, после того, как я выпустился из Академии, да, в 2006 году, в дальнейшее время я все, дальше, на дальнейшие годы я все время жил в миру. И какой-то опыт этой жизни приобрел. В годы Академии, да, я жил среди монахов, ну, академические братья. Старался, кстати, ходить каждый день на Боратский молебен в Лавру, пока не начал писать диссертацию, правда, потом все, диссертация захлестнула полностью. Вот, но потом я жил в миру, и это не проблема для меня, в том числе потому, что я считаю себя достаточно открытым человеком. Но есть ситуации, когда монах становится настоятелем храма и пытается перевнести в жизнь прихода именно какие-то начала свойственной монастырской жизни. И это становится проблемой, да. Я этого не делаю. Вы надеетесь на разум? А вы считаете, что епископ должен быть неразумным? Теллектуальный спортзал? Терапии. Вы активный пользователь некоторых социальных сетей. Вот у вас есть Фейсбук. Вот теперь же Телеграм активно развивается. Пару дней назад один тематический Телеграм-канал «Религия сегодня» признал ваш канал лучшим из каналов православных. И мы присоединяемся к этой оценке. Что дальше? Инстаграм? Не, ни в коем случае. Упаси Боже. А что? Ну подождите, Инстаграм же он предполагает в основном картинки. Селфи? Ну не обязательно селфи, но можно еду сфотографировать еще. Скромный завтрак архиерея. Есть замечательные Инстаграмы с очень интересными рядами образов. Замечательные Инстаграмы некоторых православных изданий. Да. Естественно, приходы.ру. Да. Но все-таки это в основном картинки. Да, там есть какой-то текст довольно небольшой. Но мне интересно, чем Интелеграм в том числе стал интересен, именно в том, что можно писать какие-то умные мысли. Ну я, по крайней мере, надеюсь, что они достаточно умные. Поэтому нет, не Инстаграм. Пока что меня Телеграм устраивает. Мне интересно этот формат. Ваш канал, вот этот вот Телеграм-канал, он называется известной фразой Декарта. Мысль исследовательная существует. В его латинской версии в скобках написано, что вот канал епископа Савы. В общем, не самое ожидаемое название для канала епископа. Почему? Вы надеетесь на разум? А вы считаете, что епископ должен быть неразумным? Я вопросы здесь обычно задаю. Да, но я имел право на вопрос. Нет, я так не считаю, но как-то есть такое стереотипное представление, что разум – это не то, что для веры, для христианства. Есть такое стереотипное представление. Не является самым... Почему вы сделали акцент? Ну, это, согласитесь, не часто делают. Именно на разумности. И ваш там первый ник еще в живом журнале «Картезианец». Ну, собственно, здесь остался. Опять Декарт. Опять Декарт. Это какая-то особая любовь к Декарту? Или все-таки... Нет, это именно в первую очередь, именно это его высказывание. А для меня ум, разум – это очень большая часть моей жизни, в том числе. Я в том же Телеграме писал об этом, по-моему, целый пост, что я не мыслю себя в немысли. То есть мне неинтересно не мыслить. В том числе, кстати, раз уже об этом пошла речь, одна из причин, почему я завел Телеграм-канал, потому что Телеграм и, скажем, Фейсбук можно написать иногда, и это будет работать. Телеграм нужно писать постоянно. Постоянно. Причем, если ограничиваться перепостами с других каналов, это будет скорее неинтересно. Нет, есть замечательные агрегаторы, великие. Ну, как правило, они... Но это именно агрегаторы, у них может быть много подписчиков, но это агрегаторы. Не авторские. А все-таки Телеграм-канал должен быть авторским. Для этого нужно регулярно заставлять себя думать. А я в какой-то момент в своей жизни понял, что когда я прихожу с работы вечером, после долгого дня работы с документами, в том числе с очень глубокими интеллектуальными документами, я по роду своей службы в патриархии пишу тексты, содержательные тексты, или там редактирую содержательные тексты, в том числе не только. Но вот прихожу домой, и я не хочу ничем заниматься. Вот как говорится, сесть и повтыкать в интернет. И это стало на меня разрушающе действовать. И Телеграм это стал какого-то своего рода... Интеллектуальный спортзал? Терапией, да. То есть это то, что я себя заставляю продумать какую-то идею, какую-то мысль, что-то, что я прочитал. Не просто прочитать, да. Вот недавно читал Лавра Водолазкина. Да, я очень долго его к нему шел, ну, просто в итоге... Понравился вам? Да, понравилось. Но это отдельная тема. Я себя застыл не просто его прочитать, но еще и подумать над какими-то его частями. И изложить это письменно. Мне, кстати, намного легче думается, когда я излагаю что-то письменно. Но вы говорите о той пользе, которую вот этот Телеграм-канал, собственно, лично для вас приносит. Да, вы что-то там систематизируете и так далее. Но, тем не менее, вы же это делаете не по старинке в дневник. Да, вот вы написали, прочитали, закрыли книжечку. То есть у вас есть какая-то надежда, все равно, пусть не на реакцию такую немедленную, да, но на какую-то пользу, наверное. Вообще, вот если шире поставить вопрос, как вы думаете, вот нам нужно активно присутствовать? Кому? Потому что мы же часто с этим вопросом сталкиваемся. Вот мы рассказываем, там, не знаю, даже на высшем церковном совете о социальных сетях. Меня потом архиерея спрашивает, что нам теперь всем заводить? Значит, там, не знаю, Телеграм-каналы или там Фейсбуки и прочее, прочее. Вот вы что думаете по этому поводу? Знаете, начну с последней вашей реплики. Мне кажется, что вот когда все епархии вдруг начинают открывать Телеграм-каналы, это выглядит не очень здорово. Потому что формат предполагает именно активное авторское написание. Это не новостная лента. Можно использовать в том числе как новостная лента, но все-таки это не... То есть есть очень интересные новостные каналы, но если... Ну, должна быть какая-то авторская все-таки составляющая. Поэтому всем открывать, наверное, не нужно. Начал я писать в Телеграм именно вот как электронный дневник. Потом постепенно стал осмысливать, увидел, что это работает, что люди подписываются. Делают перепосты. Делают перепосты, что людям вроде бы нравится то, как я пишу. Я, наверное, начал формулировать для себя какой, как бы сейчас сказали, месседж, да, что я хочу сказать людям. Есть несколько тем, которые для меня являются в Телеграме рекуррентными. Ну, нельзя сказать, что вот я прямо вот только про них пишу, но тем не менее. Да, это тема разума, тема ума, тема... Ну, не побоюсь этого слова, элитарность ума. Это для меня важная тема. Что очень важно, чтобы в обществе, в церкви ум и разум имел определенное место, признавался. И был высокий интеллектуальный стандарт просто. Ну, да, можно, наверное, это вы правильно сформулировали. Это одна тема. Вторая тема, которая мне очень близка, и мы о ней частично уже говорили, это общинная жизнь, да, жизнь общинная внутри церкви, теплота общинной жизни. Третья тема, это тема свободы. Тема свободы человека, тема свободы человека в церкви. Вот это три темы, которых я стараюсь так или иначе как-то коснуться. Не только их, но они у меня вот такими, по крайней мере, я их держу всегда в каком-то вот... Вадыка, а вот тема свободы и свободы человека в церкви, она для вас важна, ну, просто сама по себе? Или вы считаете, что есть какое-то, может быть, неверное понимание, может быть, какие-то перекосы на местах в этом плане? Вот что здесь для вас является? Все-таки это очень в общем виде, да, тема свободы. А что именно в этой теме для вас является главным, важным? Господь сделал нас свободными, сделал нас свободными в раю. И если бы мы свободными не были, то мы не были бы сынами Божьими. Иногда правила церкви воспринимаются как некие ограничители. Ну, я скажу какие-то, может быть, даже банальные вещи. Как некие-то ограничители, как некоторые... Нет, в каких-то вещах это действительно ограничители, да, там... Там, что не убей, да, понятно, что тут по-разному невозможно трактовать. Но, скажем, правило о посте, это же не ограничитель, да, это некая палочка, которая нам дается, чтобы нам операция идти. Это не значит, что вот если ты не постил, то все, ты ужасный человек. Одна из форм, в том числе, кстати, в Фоме, да, одна из форм ответа на вопросы, вернее, вопрошание, на которое даются ответы, это форма, а можно ли делать то-то? Да, да, да. И мне эта фраза кажется совершенно странной. Неправильно поставленный вопрос, да. Да, то есть, причем это же не Фома ставит, да, Фома старается отвечать. Да, да, мы получаем, да. Вот у отца Андрея Фанова очень хорошие ответы на это, кстати, они идут в сторону от этого вопроса. Но можно ли, он изначально вопрос поставил, там, можно ли принимать душ на богоявление, да, там, в... Ну, какой-то очень странный вопрос, который... Где здесь Евангелие Христос? Вопрос, да, вопрос даже не в том, что и души, и богоявления, а в том, что при чем тут можно, или при чем, почему человек задается этим вопросом. Христос, да, действительно говорил совершенно о другом. Не о том, что где там-то можно, а там нельзя. Это вот на самом примитивном уровне некоторые искажения, которые есть в понимании свободы. Есть и более широкие, или там, более глубокие уровни, которые тоже, я считаю, имеют место и в церкви, и в обществе. Человек должен свободно мыслить. Но, вы знаете, есть вот это крылатое название «Свобода и ответственность», да, книга «Святейшего Патриарха», о которой вы неоднократно говорили. Да, свобода должна сочетаться ответственностью, с ответственностью должен быть баланс с обеих сторон. Ответственность не должна становиться подавляющей свободой, она должна идти с ней гармонично. Хорошо, это здорово, что мы про это поговорили, потому что не так часто эту тему, мне кажется, у нас поднимает, как хотелось бы. Да, ее боятся. А почему боятся? Не знаю, потому что не хватает свободы, высказываться про свободу. Терпение. Мы же, христиане, ведь не про систему ценностей, мы про Христа, мы про человека. Добрые дела – это одна из сторон проявления любви. Есть такой, вам наверняка известный американский журналист, христианин, он, по-моему, был католик, сейчас стал православным, Род Дрейер. Вот он написал книгу «Выбор Бенедикта», и он там говорит о том, что христианство, ну, в этом интервью, точнее, в книге своей, в интервью рассказывает про книгу, что христианство проиграло культурную войну, что вот культура, да, она потеряла христианские корни, ну, он считает, что там эпоха просвещения была таким важным, переломным моментом. Не только он, конечно, так считает, но и до этого там что-то было. И вот я немножко процитирую, «Жить с христианской правдой становится все сложнее. Индивидуалистическим и оторванным от традиций в обществе единственным авторитетом становится я. Общего блага больше нет, а политикой правят эмоции». То есть получается, что вот христианство нетерпимо в современном обществе, да. Вот, а вы согласны, во-первых, с этой постановкой вопроса, во-вторых, мне кажется, здесь очень интересным вот эта тема единственного авторитета «я». Ведь даже в наших внутрицерковных дискуссиях, да, очень часто, и это, мне кажется, другая, знаете, другой спектр этой проблемы свободы, человек говорит, ну, вот я там не чувствую этого, а почему я должен там идти на исповедь, или почему я должен в этом каяться, ну, я не чувствую это. Вот я когда почувствую это, и вот это действительно такое серьезное, очень серьезное смещение. Вот что вы думаете по этому поводу? По поводу преобладания «я» в, скажем, в общении между людьми, да, фактически, то есть каждый... Я как критерий, то есть не абсолют какой-то, да, не авторитет церкви, там, допустим, да. Ведь смотрите, даже в чем-то, вот у нас там может сейчас выйти какой-то священник или мирянин и сказать, вот это, ты не знаю, там, издание православное, это не православное. Да, к сожалению, может, да. Но это же вещи, которые традиционно недопустимы. Это то, что может сказать, там, не знаю, собор, сенот, да, а это вот, почему это возможно? Потому что я стала критерием. Да, пожалуй, так, и потому что, скажем, даже больше, по-другому. На самом деле, такое могло быть всегда. Просто это было ограничено, так сказать, пределами той деревни, в которой этот священник служил. Сейчас у нас деревня – это весь мир, благодаря тем же социальным сетям. То есть любой человек, даже не священник, не важно, священник, не священник, любой человек может транслировать вот это свое мнение везде, и оно становится, может быть, для него самого более авторитетным. Ну, я же всем транслирую, значит, оно авторитет. И, кстати, возвращаясь к одной из важных для меня тем, это в том числе проблема ума, проблема интеллекта. А где вот есть где-то граница, когда человек может восприниматься как лидер общественного мнения, как член элиты. Да, эта проблема есть, она обострилась в связи с изменением технологий, а не в связи с тем, что человек изменился. Я думаю, что человек, ну, а вот когда Адам пришел к Богу, сказал, ну, я-то знаю, что мне можно-то было. Это аргумент. Но вот смотрите, что мне интересно показалось у Дрейра, я книгу тоже не читал, кстати, ее у нас нет на русском, я вот сейчас ее заказал, а интервью, значит, мы вот видели. Но вот смотрите, он там, допустим, такую фразу произносит, мне кажется, она очень верной. Он, говоря о том, что ценности очень поменялись, и что христианство, христианские ценности и церковь, как вот некий критерий того, что хорошо и что дурно, исчезла из жизни практически. Он говорит, например, следующее. Сегодня беседа христианина и нехристианина об абортах практически невозможна. И вот тут, понимаете, я с ним согласен, потому что мы, когда в общественные дискуссии вступаем, мы ведь традиционно опираемся на что? Когда мы говорим там на эту тему, мы все-таки апеллируем к каким-то постулатам для нас органичным и связанным с общей системой ценностей. А она совсем другая. И большинство наших аргументов не воспринимаются. Не только, кстати, христианских, любого религиозного человека. Вот вам не кажется, что есть эта проблема? Наверное. В любом случае о том, что малое стадо будет все более сокращаться, нас предупредили уже давно. Давно, да. Но мы же, христиане, ведь не про систему ценностей. Мы про Христа. Мы про человека. Помните, в начале года святейший патриарх выступал на акте по полдесятилетии своего избрания. И выступил с такой длинным, ну не докладом даже, наверное, словом, наверное, да, в котором говорил о том, что церковь знает, что делает. Она проповедует Христа. О том, что... Как она проповедует Христа? Ну, собственно, так же, как две тысячи лет тому назад. Являя любовь между собой, являя терпение к внешним, при некоторых ограничениях, да, в какой-то момент мы скажем нет. Мы с этим не согласны. Но в целом то, что внешний мир нам приносит, мы же это не отвергаем сразу. Собственно, философия, искусство христианское, всё это, ну, по крайней мере, методология, да, какие-то методы, какие-то аспекты философии христианской, они взяты в том числе... Да, Владыка, это... Да, я к чему, что мы сохраняем терпение, любовь терпения друг к другу, мы сохраняем терпение к внешним, мы проповедуем устремление в другой мир, в другое царство. И это всё, что мы можем делать. У нас другого нет. Я с вами согласен. Здесь, безусловно... И это будет всегда не вполне убедительно. Церковь принесла очень много, принесла своё слово, евангельское слово, слово о Христе, вложила в это общество. Но, собственно, деградация, уход от этого произошло не сегодня. Оно начало происходить... Где-то какие-то моменты в Ренессансе были, ну, и позднее, да? То есть это же долгий процесс. Да, конечно. А что делать? А мы ничего не можем делать, мы можем просто дальше проповедовать Христа любви. Всё. Но получается, что... Простите, мы, конечно, можем и должны говорить о своих убеждениях, какие-то аргументы приводить, но аргументы будут, конечно, буддительны прежде всего для нас. Но получается акцент на добрые дела какие-то. Почему? Вообще не с обществом. Добрые дела – это одна из сторон проявления любви. Ну, кстати, можно делать добрые дела абсолютно, да, знаете, какой-нибудь... Не будущих исследований. Да, нет, даже не в этом дело. В филантропе она же может быть очень заинтересованной. То есть это не обязательно проявление любви. Это может быть очень... Может быть уход в снижение налогов. Снижение налогов, да. Например. То есть добрые дела – это не обязательно проявление любви. А вот в отношениях между нами, в том, как мы разговариваем друг с другом, как мы терпим друг друга, в том числе друг друга разных, друг друга разномыслящих, как мы проявляем нашу общинность в том числе. Это же все не добрые дела, это то, как мы живем. То, как мы живем каждый день. То, как, собственно, помните, как язычники удивлялись христианам, да, у одного из апологетов. Да, да. Что вот посмотрите на них, как они живут. То есть уже тогда общество языческое видело, что христиане живут каким-то особым образом. И это их впечатляло. Может быть, это не впечатлит всех наших современников, но это то свидетельство, которое мы можем приносить. При том, что, возвращаясь к моей любимой теме ума, все-таки значительная часть современников думают головой. Не все. Кто-то думает, как вы сказали, эмоциями, если можно так выразиться. Поэтому наши убеждения разумные, наша аргументация, она тоже должна иметь место. Мы должны говорить, что должно быть. Мы должны проповедовать то, что написано в этой маленькой книжке, которая уже является главной, на самом деле, для человечества уже 2000 лет. Но, то есть это слова. Бог, это все-таки Бог, Он дал нам слово. Но это слово, это слово жизни. То есть если будет слово просто без жизни, то мы будем как кимвал извинящий. Прощение. Когда приходим на Испути и просим Бога прощения. Собственно, мы чего хотим? Тема все-таки изначально прощения. Вы хотите, чтобы я говорил об обратном? Потому что прощение, следующая тема, молодыка, дорогой. Вот я в этой теме, вообще она как-то привлекает мой максимальный интерес всегда. Очень часто я с гостями выхожу на тему предательства. Причем вот в таком ракурсе, что предательство тяжелее всего простить, или там кто-то говорит, никогда не прощу, или то, что невозможно простить и прочее. Ну, понятно, что предательство это всегда неприятно, но вот несколько таких ремарок, и потом мой вопрос. Во-первых, все-таки, мне кажется, у христиан, согласно вот этой маленькой книжечке, о которой мы с вами говорили, есть вполне определенное отношение к предательству. Я имею в виду, что мы видим, что и предательство может быть прощено. Поскольку Иуда вошел образом предателя в культуру, но, в общем-то, мы знаем, что там предатели... Апостол Петр нет. Апостол Петр предавал и другие. В общем, если исходить, вот есть такая логика, на Голгофе был только Иоанн, где все остальные в какой-то мере тоже предательство. И, собственно, вообще вопрос, в чем главный грех Иуды в предательстве, в нераскаянии, там, не знаю, в том, что он стал себя судить. Ну, бог с ним, с Иудой. Вот у меня тема предательства, да. То есть у нас есть пример Христа, который прощал. И, с одной стороны, с другой стороны, вот, когда часто люди рассуждают о предательстве, начинаешь с ними говорить, и мне кажется, что это то, чего в нашем опыте-то мало кто с этим сталкивался. Для нас, скорее, это такая тема абстрактная. Вот что вы думаете? И в целом, и вот поэтому, я не знаю, вот у вас были случаи, когда вы понимали, что вот вас там кто-то предал. Что это значит, чтобы вот вы там думали, что вас кто-то предал? Как интересно все-таки. Тема все-таки изначально прощения, а вы хотите, чтобы я говорил... Ну, а потому что простить или не простить? Ведь прощение, оно предполагает и не прощение. Мы же свободные люди. Ну, да. Предательство, оно предполагает... Ну, есть разные степени. Конечно, мы понимаем. Предательство Родины, там понятно. Нет, я в другом, что предательство, если вот в случае с Иудой, оно предполагает, оно подразумевало, что Иуда намеренно причинил некоторое... Ну, привел к тому, что человек был распят, да? Да. То есть привел человека к смерти, да, так как он себе это представлял на тот момент Иуда. То есть причинил зло. То есть или... Ну, а сознательно причинил. Сознательно причинил зло, при том, что ему от него это не ожидали, и наоборот, ожидали обратно. Предательство апостола Петра, оно все-таки другое. Это же не предательство в прямом смысле. Это скорее вот, ну... Испугался. Он испугался и отрекся. То есть он не предал, он не признал... Ну, скажем, остальные апостолы, может быть, передали тем, что они не взяли вилы и не пошли выручать спасителей. Хотя вот вроде бы была попытка, и спаситель сам сказал, что не надо этого делать. Ну, вот с предательством так, чтобы меня лично подвергли какому-то злу, я лично не встречался. Но с этим встречались очень близкие мне люди. Когда человек, на которого рассчитывали, которому доверяли, которому доверяли какие-то свои, может быть, сокровенные вещи, пользовался этими сокровенными вещами, чтобы причинить зло. Наверное, в этом и есть суть предательства. А вы простили? Ну, вот вы можете это простить? Это тяжело простить? Это предали не меня, но фактически это меня коснулось, на самом деле, напрямую. А вот что значит простить? Вот когда мы... Вот это... Когда мы говорим о... Самый главный вопрос. ...в молитве, и остави нам долги наши, да, то есть мы просим прощения, или когда приходим на испыти и просим Бога прощения. Собственно, мы чего хотим? Мы хотим, чтобы Бог к нам относился отныне точно так же, как Он относился до того. До того. Я думаю, что нам, людям, это очень трудно, по крайней мере, вот так относиться. Потому что мы вряд ли сможем забыть, да, какие-то, наверное, святые люди могут силой своей любви настолько изменить, ну, восстановить свое отношение к человеку, что вот то воспоминание о том злом, которое было причинено, оно... ну, оно фактически нивелируется. Оно есть. Конечно, у человека память-то существует, она... Амнезия не происходит, но оно нивелируется. А, наверное, прощение это состоит в том, что... Ну, вот, по крайней мере, то, что в наших силах, чтобы, во-первых, не причинить ответное зло. Во-первых, не причинить ответное зло, что на самом деле очень хочется часто. Во-вторых, по крайней мере, внешне относиться так же ровно. При том, что мы понимаем, что данному человеку, ну, точно так же не сможешь доверять свое сокровенное... Да, здесь есть вопрос доверия, да, ключевое. Да, то есть вот это именно доверие, оно все равно будет нарушено. Ну, по крайней мере, в каких-то внешних проявлениях, в доброжелательности, в корректном отношении, в конце концов, в помощи ему, если это нужно, сохранять некоторую ровность. Это, как минимум, это, возможно, доступно всем. Более глубокие формы прощения, когда действительно, вот, способность любить становится преобладающей над вот этим воспоминанием о плохом, это, наверное, ну, это, наверное, уже очень трудно. Но что касается доверия, ну, вот смотрите, спаситель и апостол Петр. Спаситель же все-таки переспросил апостола Петра, там, любишь или меня, да? То есть он его приводил обратно к доверительной форме отношений, к тому, что он стал первораховным апостолом. Это был все-таки процесс. То есть вот сразу вот так доверие... И не единожды переспросил. И не единожды он спросил, да, тот даже обиделся. Он обиделся, потому что, видимо, он на тот момент не понимал, почему же его переспрашивают, он же очевидно, я же его люблю. А спаситель ввел его обратно, видимо, к какой-то, даже не к той же форме, а к некой высшей, более высокой форме доверия, доверительных отношений. И это тоже процесс со стороны того человека, которого обидели. Если обиженный готов попытаться восстановить доверительные отношения, тут требуется... Это путь какой-то, да? Это некий путь, это тоже... Это не вот так сразу. Любовь. А что значит относиться с любовью к церковно-бюрократическим делам? Ну ладно, это так, анекдот ради. Интересно, тему любви они закончили на цитате из Бисмарка. Любовь. Наша последняя тема. Вот вопрос про жизнь на приходе хочу вам задать. Мы нередко до сих пор говорим о пресловутых злых бабушках, каких-то прихожанках, которые там толкаются и прочее. Тема важная, патриарх на эту тему много раз высказывался. Но вот я о чем подумал. В этой теме обычно говорят о прихожанах. Но вот согласитесь вы или нет, Ладыка, в этом, собственно, есть мой вопрос. Ведь вот эти все проявления нелюбви, да, они в принципе либо допускаются, либо не допускаются в первую очередь настоятелям. Ну, что называется, каков поп, таков и приход. Настоятель, если он не знает, что это есть на приходе, это, так сказать, его минус. А если он знает, это его задача сделать так, чтобы этого не было. Поэтому, когда мы говорим о, к сожалению, о том, что проблема продолжает существовать, вот к кому все-таки в первую очередь вопрос? Ко всем. Нет, ну, думаю, что большинство настоятелей эти ситуации знают. Ну, конечно, наверняка есть отдельные случаи, когда... Ну, да, понятно, на что мы говорим. Но большинство настоятелей такие ситуации знают, с ними как-то пытаются их преодолеть. Ну, я скажу про свой опыт. Вот я знаю, что есть там пару пожилых женщин у меня на приходе, которые... Вот они очень любят делать замечания людям и другим людям. И в такой достаточно нелицеприятной форме. Причем в некоторых ситуациях эти замечания касаются каких-то... Ну, даже суеверий. Ну, то есть выражают некие суеверия. Я старался им об этом говорить, но, вы знаете, они обязательно слушаются. Вот они убеждены в какой-то вот своей правоте. Или просто у них характер такой. Да, там батюшка сказал, они какое-то время держатся, а потом опять срываются. Была ситуация, когда нам пришлось уволить одну из работниц нашей церковной лавки. Потому что, ну, вот она не смогла преодолеть свой характер. И это было не... Она не могла быть на этом месте. Она в силу каких-то своих особенностей... Вот если народу было мало, она очень хорошо вот общалась. А вот как только начинал стрессовый момент с большой очередью, по воскресеньям, да, там, за свечками, она... Вот у нее начинался какой-то момент срыв. И, конечно, здесь пришлось просто с ней расстаться. Она до сих пор ходит к нам на приход. И, кстати, никаких проблем с точки зрения вот замечаний в адресу других людей у нее нет. Но вот там она была не на своем месте. Это было... Ну, это было управленческое, если можно так сказать, решение внутри прихода. А вот что касается характера людей, да, мы стараемся, мы говорим об этом. Но, значит, на каждый роток не накинешь платок. Адека, вы упоминали бабушку. Я так понимаю, что вы про Екатерину Викторовну уже говорили. Да. Я вот не могу вас о ней не спросить. Я только хотел бы, знаете, буквально прочитать стат. Она не для вас, она для зрителей. Это отец Максим Козлов говорил об Екатерине Викторовне. «Господь явил мне величайшую милость, дал встретиться с Екатериной Викторовной еще на пороге юности, более 35 лет назад. Все эти годы я восхищался ею, как женой, исполнившей в полной мере слова апостола, и как матерью, и бабушкой, воспитавшей троих сыновей и множество внуков, и как православной христианкой, для которой невозможно было оказаться в воскресный или праздничный день вне храма, и как человеком, для которого церковность была и остается неотъемлемой частью бытия». Ну, замечательные слова. А вот вы что, в первую очередь, вспоминаете о бабушке? То же самое. Да? Да. То есть это такая вот, схватил отец Максим самое такое? Да. Она была очень, ну, естественно, как внук, могу еще сказать, что она была очень заботливой, всегда очень много отдавала у нас, она очень много отдавала себя, и это тяжело ей было, на самом деле. В нашей даче в Подколомной постоянно было множество людей, и она действительно старалась обо всех заботиться, всех накормить, в конце концов, всех настроить. Она как-то создавала некое, ну, доброе настроение между друг с другом. Но в первую очередь то, о чем говорит отец Максим, она действительно была очень церковным человеком, именно для нее не было разделения между ее верой и храмом. То есть, вы знаете, есть вот это, что Бог у меня в душе, Бог там в храм. Для нее было совершенно естественно, что да, Бог, конечно, в душе, но и храм там же. Что-то мне в душе, что ли? Да, вот. То есть все это у нее было очень гармонично вместе. Это она показывала своей жизнью. Ну, это не перескажешь, это надо было видеть. А это вот что-то, что на вас наверняка же повлияло? Да, конечно. И на ваше понимание, да, вот этого? Понимание на мою жизнь. Я вот вспоминал уже, как мы с ней ездили на Магомоле. Конечно, это очень много мне дало, мне перенесло что-то как-то вот в какой-то момент. Может быть, благодаря этому, вот именно это было в подростковом моем возрасте, может, именно благодаря этому у меня не было тогда каких-то взрывов, в том числе в отношениях с верой. Не знаю. Может быть, да, может быть, нет. О том, чего не было, невозможно сказать. Вы рассказывали в интервью, что когда вы принимали решение о перемене своей жизни, вы учились в университете во Франции, вы занимались математикой, и вот ваш преподаватель, я так понимаю, что какой-то хороший, интересный преподаватель, яркий, вот стал с вами беседовать, и вы сказали, что вы читаете там книги какие-то о богословии, он сказал, что, слушайте, вы должны определиться, если вы математик, то вот вы должны заниматься математикой, вам теоремы должны сниться и так далее. И вы вот с этим согласились, что надо заниматься, относиться с любовью к тому делу, которому он хочет посвятить жизнь. Вы выбрали монашеский путь, вы стали монахом, священником, епископом. Что вам снится? Тогда, значит, математику должны были сниться, неужели вам снятся заседания священного синода? Нет, ну, это всё-таки было образное выражение. Мне мало что снится. Когда удаётся поспать, давай спить. Я ночью сплю, да. Видите, как у моего близкого друга есть такое забавное, афористичное выражение, что ночью надо спать, за богослужением молиться, а днём работать. А почему-то у нас постоянно получается в каком-то другом порядке. Вот, поэтому, ну, скорее речь шла именно о том, что нужно с полной отдачей, с любовью, с интересом заниматься своим делом. И что очень трудно служить двум темам, да, то есть, всё-таки, ну, наука, она есть наука. То есть, математика, она всё-таки, да, действительно требовала очень большой отдачи. Ну, а что значит относиться с любовью к церковно-бюрократическим делам? Ну, церковная же бюрократия, это же лишь часть моего служения. Она входит в общую... Я же с любовью отношусь не конкретно к церковной бюрократии, хотя нисколько её не отрицаю. Я отношусь с любовью к тому, что служу церкви. И моя, как бы, такая бюрократическая работа моя, она часть этого служения. Она, как говорил один мой знакомый, с которым мы начинали в своё время работать в отделе внешних церковных связей. Вернее, он до меня, задолго до меня начал работать, а я начал, когда начал работать, мы с ним сдружились. Он говорил, что церковная бюрократия – это некие кости, на которые наращивается живое тело церкви. Немножко перебор с... Не живое тело, на которое наращиваются мышцы церкви и так далее. Немножко перебор с образом, но, тем не менее, он достаточно яркий в том смысле, что бюрократия – это, опять же, инструмент, позволяющий выстраивать определённые формы общения в достаточно большом сообществе, земном в том числе сообществе, каковым является церковь. Но если она превращается в бюрократизм, в формализм, в законничество, то она теряет абсолютно весь свой смысл. Смысл не в том, чтобы написать бумажку правильно, а знаете, как это бисмарка есть выражение, тоже одно из моих любимых, что с хорошими законами и плохими чиновниками управлять невозможно, а с плохими законами и хорошими чиновниками вполне управлять можно. Без любви никуда. Хотя лучше было, чтобы и то, и другое было хорошее. Вот для меня всегда печалило, когда в церкви принималось соборами, синодом какое-то хорошее решение, объективно хорошее решение, а потом оно не выполнялось, просто потому что не было выстроена структура управления, система управления. Это плохо, потому что, ну вот скажем, например… Ну, это как минимум, значит, в том, что это бессмысленно, это неразумно. Катехизация оглашения перед крещением, которая, на самом деле, дала многие плоды за последние годы. Отдельно можно об этом говорить. Тоже это же ведь в каком-то момент это вводилось сверху определенными бюрократическими методами. Теперь, если замыкаться на бюрократических методах и требовать стопроцентную отчетность, а если у вас как-то что-то понизилось, то все, значит, вы плохо работаете. Если там не покрестили вовремя, значит, у вас какое-то что-то там не то. Не доработали. Не доработали. Это глупо уже. Это столь же неразумно, столь же бессмысленно, как совсем не реализовывать принятое решение. Бюрократия, она именно должна быть, по крайней мере, о разумности. И эксцессы могут быть в обе стороны. В смысле неразумной бюрократизации, как и неразумного разгильдяйства. В общем, тему любви они закончили на цитате из Бисмарка. Владыка, дорогой, у нас финал. Так. Вот в финале хочу вам предложить поставить точку. Вот в каком предложении. Ой. Притч о мытаре и фарисее. Мы понимаем ее, так сказать, основной смысл. Вот мытарь вышел из храма оправданный. Вот фарисей, образ фарисея, какого-то лицемера. Кстати, не сказано, что он не оправдан. Не сказано. Не сказано. И более того, у меня, собственно, с этим вопрос связан. Вот, по-моему, Аверинцев Сергей Сергеевич говорил, что, собственно, фарисей не был таким уж плохим человеком в том, что он исполнял. То есть грех фарисея в том, что он начал судить. Ну, об этом в богослужебных текстах сказано. Да, да, да. Ну, вот, что как бы право суждения на себя взял. Ну, у меня вопрос-то вот с чем связан. Сегодня нередко мы, ну, кто-то в шутку, кто-то всерьез говорит о том, что иногда в православной среде есть такое самоощущение у людей. Знаете, вы встречали это наверняка. Мытарь, который гордится, что он не фарисей. То есть если там фарисей гордился, да, что он не мытарь. Хорошо, да. Тут мытарь, который гордится, что он не фарисей. Собственно, вопрос такой. Фарисей критиковать нельзя понять. Где вы поставите точку? Отношение к фарисею. Критиковать нельзя понять. А нигде. Очень хорошо так пусть будет. Элегантно. Элегантно. Спасибо большое, дорогой. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Спасибо. Было очень приятно. Это был русский священник, епископ Зеленоградский Савва. А мы продолжим писать парсуны наших современников ровно через неделю.